Водолазы В одной из наших недавних программ мы рассказали о профессии военного водолаза. Сегодня передача «Мир настоящих мужчин» расскажет о водолазах-спасателях. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Помните, это было у Ильфа и Петрова. А свод тогда только зарождался, и профессии спасателя как таковой еще и не было. Сегодня другое время, и мы даже не можем представить свою жизнь без службы спасения. Сломался ключ в замке, рыбак попал в полынью, лось из леса забрел населенный пункт. В первую очередь мы набираем на своих мобильных телефонах три цифры – 1-1-2. Давай, давай быстрее крутить надо. На, бьется, не поймай. Идет, идет, идет. А это дежурный автомобиль. Все его дверцы открыты для того, чтобы спасатели не теряли времени. С момента сигнала и до выезда из гаража должно проходить не более полутора минут. Олег Алдошин сегодня дежурный в поисково-спасательном отряде города Уфы. Он опытный спасатель-водолаз. За годы работы многое повидал. Дежурство в отряде – это ответственная и очень напряженная работа в миллионном городе и его пригородах. Любую секунду может произойти чрезвычайное происшествие техногенного или иного характера. Спасатель в любую секунду должен быть готов к этому. 24 часа без сна, 24 часа на боевом взводе. Это суточное дежурство. 80% у нас заявки – двери, то есть люди не могут попасть, либо замки сломались, либо дети спят, часто бывает. Все остальное – ДТП, пожары, рыбаки, подлет. В этом году пока еще не приходилось. В позапрошлом году на Ломоносовское два раза выезжали за сутки. То есть утром мы выехали, провалился рыбак и в обед. Рыбаки же они одеты все, толстая одежда, бахилы, вода туда попадает, очень трудно выбраться. Для нормальной работы спасателей созданы все условия. Это кубрик для отдыха. Здесь можно прилечь, отдохнуть, посмотреть телевизор, почитать книгу. Но нельзя спать. На так называемые «пайковые», которые выплачиваются спасателям, они покупают в складчину продукты и готовят себе завтраки, обеды и ужины. Профессия спасателя практически универсальна. Он должен быть альпинистом, водолазом, механиком, отчасти доктором и, конечно, хорошим психологом. Повышение квалификации для спасателя – жизненная необходимость. Жизнь прогрессирует, меняются условия, соответственно, должны меняться и подходы спасателей к выполнению своих задач. Должен расти уровень их технических знаний. Наша столица уникальна по своему местоположению. С трех сторон ее омывают три реки – Агидель, Уфа и Деман. Однако эти водные артерии, наряду с плюсами водоснабжения и рекреации, привносят в нашу жизнь и минусы, связанные с опасностями водной среды для человека. У спасателей две задачи. Первая – предупреждение и ликвидация последствий экологических катастроф техногенного характера, то есть спасение водоемов от жизнедеятельности человека. Вторая – спасение людей от природных катастроф, связанных с разбушевавшейся водной стихией. И третья, как бы это банально ни звучало, спасение утопающих. Там и напряженный период, естественно, у нас летний период. Это весенний-летний период, когда начинается паводковый период. И, естественно, время летних отпусков наших граждан. Это наше дежурство на водоемах. Ну и соответствующая работа на наших водоемах – поисковая, спасательная работа. Равняюсь. Вера, рэмпера. Вольно. Товарищ полковник. Вольно. Товарищ спецназный отряд города УФО представляется для проверки готовности к противопаводкам мероприятий. Количество 15 человек. Как мы готовы к паводку особенностям этого года? Снега, много, да. Особенность. Расчеты сделаны. Количество маневровых групп, где будет стоять. Есть расчеты. Будем дежурство. Организуем дежурство спасателей в местах, где будет затоплено. Это Нижегородка. Два поста планируется, как в Восточном режиме переводим Затон и Рандемы. Там в трех поста будет организован дежурство в Восточном. Прошлый год нам показал, что до приезда спасателей все-таки там есть у нас нештатно-аварийно-спасательное формирование. Вот надо добиться того, чтобы вот такое снаряжение все-таки было и в этих нештатных формированиях. В штабах все сделаем, да, там будет хорошо. Потому что все стоят на берегу и ждут, пока приедут с Уфы спасатели. Это нехорошо. То есть первоначальную помощь самым тяжелым они могут оказать сразу. Пока еще не прибыла вода. Уже когда она пойдет уже по грудь, там, ну понятно, что пойдут специалисты. Пять лет назад, 26 февраля 2008 года в Уфе на базе аварийно-спасательного отряда была создана водолазная служба. Сегодня она базируется по адресу Российская, 21. Кроме того, в городе действуют еще два подразделения водолазной службы. Спасательные станции на реке Уфа в Сипайлово и на реке Белой в районе Монумента Дружбы. В нашей водолазной службе главное предназначение – это у нас поиск людей, утонувших, не только весенне-летние, круглогодичные, и производство подводно-технических работ. То есть для этого у нас есть соответствующие специалисты, соответствующая документация и соответствующее снаряжение. Водолазы должны постоянно поддерживать свою квалификацию. Проходят у нас занятия с молодыми водолазами. То есть за каждой группой закреплен у нас соответствующий инструктор. У нас шесть водолазных станций и соответствующие классификации у нас идут инструктора. И молодых спасателей водолазов обучают и проводят технические экзамены. В необходимости создания такого специального подразделения руководство столичного управления гражданской защиты убедилось после аварийной ситуации на одной из станций водоснабжения Уфа-водоканала. До этой техногенной аварии водолазы-спасатели ориентировались только на поисковые работы. И оснащение спасательного отряда водолазным снаряжением было соответствующим. Сегодня на вооружении у спасателей города Уфы самое современное оборудование. Вот эта вот видеокамера, кстати, плавающая, может опускаться на глубину до 20 метров и контролировать работу водолаза и передавать видеосигнал в режиме онлайн на пульт дежурного. Несколько лет назад водолазы-спасатели могли только мечтать о таких технических новинках. Недавно, благодаря настойчивости руководству отряда и начальника водолазной службы Игоря Иванова, был приобретен современный водолазный комплект для погружения в агрессивные среды. В таком костюме водолаз может проводить сварочные работы, находиться буквально в отравленной воде, причем на очень больших глубинах. Это комплект водолазного снаряжения, шлем Суперлайт 37, к нему идет вот этот гидрокостюм, который предназначен для работы как глубоководной, так и для подводно-технических работ. Оттестировано на 318 метров, в нем можно проводить подводную сварку, резку и другие аварийно-спасательные работы. Работа водолаза – это всегда большой риск для жизни и для здоровья водолаза. Олег Сергеев работает врачом в поисково-спасательном отряде. Опытный физиолог утверждает, что даже погружение человека на малые глубины, порядка двух метров, вызывают в его организме нежелательные изменения. Водолаза можно сравнить и с космонавтом. В первую очередь при погружении водолаз что испытывает у нас? Это психоэмоциональное воздействие. Он отрезан от условий, которые свойственны человеку. Все-таки человек рожден ходить по земле. Поэтому мы встречаем, что это замкнутость пространства, темнота, ограничение видимости и одиночество. Кроме этого и тепловые, холодовые факторы, которые воздействуют на него, ну и все-таки водная среда, она агрессивна. Мы знаем, что чем глубже, тем давление у нас выше, выше, выше. Не зря выделяют водолазную медицину у нас. Профессиональные заболевания водолаза. Труд водолаза – это очень тяжелый труд. Должна быть специальная подготовка. Физически они должны быть выносливые. Сегодня водолазной команде поисково-спасательного отряда несут службу 24 спасателя. Среди них водолазные специалисты, спасатели 1-го и 2-го класса. Многие из них прошли обучение в лучшей водолазной школе России в Воронеже. В общей сумме уфимские спасатели провели под водой более 5,5 тысяч часов. Произвели свыше полутора тысяч погружений поискового характера и 2 тысячи тренировочных. Уфимская водолазная служба по своему оснащению считается одной из лучших в Привозском федеральном округе. Ее материально-техническая база постоянно развивается. Уфимские водолазы-спасатели всегда готовы к любым испытаниям. Что может быть в мужской жизни лучше трофейной рыбалки? Немногое. В том числе рыбалка в дельте Волги в Астраханской области. Компания Фиштур приглашает настоящих мужчин на рыбалку и охоту в дельту Волги. Вас ждут незабываемые дни на лучших рыболовно-охотничьих базах Астраханской области. Комфортное размещение, отличная кухня, профессиональные егери и, конечно, астраханские трофеи. Ждем ваших заявок. Наши регионы объединяют любовь к рыбалке. У вас город на реке, у нас очень много воды, это дельта Волги. Поэтому рыбаков из Башкортостана, из города Уфы мы приглашаем в дельту Волги. Я представляю туристическую ферму Фиштур. У нас гостиницы находятся на воде. Рыбалка очень интересная и трофейная, захватывающая. Приглашаем рыбаков на дельту Волги. Редактор субтитров А.Семкин Все для рыбалки, охоты и туризма. Лодки, снасти и одежда. В магазине на проспекте Октября 135. И в магазине «Медведь» на машиностроителей 4. Ранней весной Волга и ее притоки окончательно очищаются от льда, и рыба при двери Нереста жадно клюет на любую наживку. Наступает замечательный сезон для рыболовов. Именно в это время съемочная группа программы «Мир настоящих мужчин» будет снимать три серии приключений в дельте Волги. Приглашаем к сотрудничеству партнеров и спонсоров. Справки по телефону 272-05-55-246-03-94. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!